Спортивная трансляция на восьмом 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 Декабря матчем российской баскетбольной суперлиги против баскетбольного клуба «Новосибирск». Наша команда одержала победу. И вот сегодня мы продолжаем домашнюю серию матчем против барнаульского «Алтай-баскета». Все у нас готово к началу матча. Команды заканчивают свою разминку. И, как всегда, для вас в эфире работают я, Юрий Пикалов, и мастер спорта Советского Союза по баскетболу Сергей Медведев. Сергей Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Да, сегодня действительно, ты прав, Юра, оказался, зал непривычно немножко наполовину пустой. То, что на дорогах творится, это, конечно, коллапс, да, тяжело добраться. Но я думаю, по мере прохождения все-таки наши болельщики подойдут только сюда. Они подтягиваются и сейчас подходят, я смотрю, занимают места на трибунах. Но, естественно, сегодня в Владивостоке вновь холодно. Температура воздуха за отметкой минус 20 или под 20 градусов ниже нуля. Ну и, конечно, как вы сказали, транспортный коллапс, когда невозможно уехать, центр города особенно забит. В общем, добираться очень и очень трудно в спорткоплекс «Олимпийц». Так что мы понимаем наших болельщиков, но если кто-то из поклонников оранжевого мяча не смог сегодня добраться до «Олимпийца», ну что ж поделать. Будем надеяться, что в следующий раз обязательно эти люди будут в «Олимпийце». Поэтому будем поддерживать «Спартак» теми силами здесь, в «Олимпийце», которые есть. Да, буквально чуть меньше минуты остается до начала матча. «Алтайбаскет» второй сезон играет в «Суперлиге». И, как ни странно, довольно знакомые фамилии. То есть произошла ротация тренерского состава практически на 50%. И наши старые знакомые, которые за «Спартак» играли, это Илья Александров. Здесь присутствует. Если не ошибаюсь, кажется, я просмотрел еще один баскетболист должен. Владимир Шевин, 17. Да, Владимир Шевин. Правда, не так много засветился только в начале, но все равно он был в нашем клубе. А также многие опытные игроки, как и Дмитрий Николаев, он еще и за «Контий» питерский, и за «Спартак» играл. Но я тебе рассказывал, у Дины впечатление не очень хорошее. Он каждый раз с питерцами «Спартаком» приезжал, и в каждой игре ему ломали нос. Но, надеюсь, в этот раз будет все нормально. Тем более, это, как говорится, не специально. Просто он такой азартный игрок, всегда в гуще борьбы за любой, даже мертвый мяч бросается. Ну, тут, ребята, все здоровые, мощные. Ну, так получается. Итак, на площадке у гостей это Александров, Шевель. Также у них есть один легионер из Литвы, Ликавич Услинос и Света Вячеслав. И наши игроки выходят. Это Петр Самоленко, Дмитрий Узинский, Алексей Галехов, Данил Соловьев и Алексей Нестеров. В принципе, эта пятерка начинает практически в этом составе каждый матч. Я еще добавлю, что история взаимоотношений двух клубов исчисляется лишь минувшим сезоном, когда сыграли команды, соответственно, в Барнауле и Владивостоке. Оба раза победа оставалась за «Спартаком» при море. Причем 11 декабря, год назад и одна неделя. «Спартак» при море здесь разнес «Алтай Баскет» в пух и прах, выиграв с преимуществом в 27 очков. Сегодня, я думаю, у нашей команды легкой жизни не будет. «Алтай Баскет» рядом со «Спартаком» при море. Занимает 10-ю строчку в турнире таблицы. Наша команда на 9-м месте. И очень-очень важная игра для «Спартака» при море. Хотелось бы, чтобы команда сыграла так же организованно и дисциплинированно, как она это сделала 15 декабря. Именно 15 декабря, в минувший понедельник, против баскетбольного клуба «Новосибирск». Александров. Нет, это «Шевель» был. Они так похожи, так стрижены, лысоватенькие, с бородой. Оно, правда, потемнее. Александров, я смотрю, перемещается, следит за Узинским. Его персонально взял. Нестеров. Это два очка немножко заступил Алексей. Но еще-таки, ну, судя по двум атакам команды, играется личная защита. Конечно, или Александров. Опытный игрок поиграл и в прошлом сезоне нам очень много нервов. Попортил он эмоциональный игрок, физически мощный, с броском. Так, сейчас первый фолл Голихову Алексею. Алексей Голихов в прошлую встречу до конца не наиграл из-за перебора фоллов. Петр Самоленко обокрал. Голихов на линию. Поднеслась, называется. Да, не очень удачный Шевик толкал в спину Диму Зинского на подборе. Мяч остается у нас. А Голихов, в принципе, сыграл классически. Показал, знает, что Голихов. Кстати, он занимает второе место в Суперлиге. 19,2. За игру забивает. Нет, очков набирает. Да, естественно, пристальное внимание к нему. Перехват. Самоленко ошибся. После передачи Петра Самоленко входит. Не надо было, все правильно сделал. Самоленко, в общем-то, 2-2 и все еще впереди. Гоманда сыграет лишь минуту 30 в первой десяти минутке. Так, я вот... Полицевой проход. Так, здесь... Добавил на подборе Соловьев. Мы уже привыкли к этому дуэту. Голихов-Соловьев. Если Голихов где-то под кольцом, они побросают. И за другие Соловьев ждет. Тандем такой. Ждет, а сколько ждет передачи. И Александров. Мимо. И о чем болельщикам это очень нравится? Когда Голихов... Парашют делает. Разбалтывает, да, игроков идет на бросок. А потом полукрюком или бомбочкой навешивает мяч. И Данила Соловьев говорит сверху. А у нас Алексей Нестеров фол в нападении получает. Ну, в принципе, конечно. Тут я больше даже бы сказал, что сейчас игрок немножко артистизма добавил. Не без этого. Потому что неудачная смена была. Игрок ниже ростом. Ну, свисток есть свисток. И так 4-2 Спартак. Так немножко все равно, как всегда, присматриваются команды друг к другу. Так что-то такого необычного нет. Неудачный пас. Перемудрил Алексей. Перемудрил. Не поняли друг друга. Ответ костей. Смотрим. Забил. Ну, это пробежка, пробежка. Это когда Шевель делал пивот в левую сторону. Он вместо двух шагов три сделал. Держа мяч в руках. Это, естественно, больше двух нельзя. Вообще-то по одной ошибке в нападении уже соперники совершили. Алексей Нестеров фол заработал. Шевель сейчас сделал пробежку. 4-2. Впереди Спартак Приморья. Самойленко Галехов. Привычный даже передача. Здесь ставит спину. Спину поставил. Соловьев, не мяча не получил. Не последовало у него передачи. А вот сейчас на полукрюк хорошо пойдет. Да, Данила совершенно. Причем полукрюк левой рукой. Дальний от защитника. А Данила уже 4 очка. Набрал 6-2 впереди Спартак Приморья. Да, вот сейчас надо бы в защите нашим упереться ребятам. И было бы совсем неплохо. Ага. Но расслабился, расслабился. Уже деваться некуда было совсем. 24-му... Ой, прошу прощения, 34-му номеру Вячеславу Слета. Такая... И команда, стоит отметить, играет довольно-таки быстро. Стараются, по крайней мере. Быстро, быстро, без всяких там... На то, чтобы 24 секунды полностью выбрать время на атаку. Весит лимит, израсходовать. Нет, играет быстро. Получается, возможно. Сейчас наши отлично сбросил Голехов из-за лицевой линии. Из засады, можно сказать. У Дима Узинский выскочил. И... Забрал мяч Алексей, молодец. Активно сейчас действовал. И двумя руками сверху. Да, болельщикам это нравится. Мы слышим аплодисменты. Кстати, вот на видение Александрова забрали. И сейчас у первого номера гостей. Александров пока не заметен. Пока в распасовке играет. Прошедшие 4 минуты игрового времени. Так, что там? Чуть-чуть не потерпел Дима Узинский. Он как раз подбольшого подвел. Зря он руки опускает вниз. Не надо выбивать мяч. Он сам придет в этот, как говорится, капкан. Ну, не может еще... Первый тайм немножко не улеглись. Но втягивается. Да, страсти такие. Так, у Алтая Баскета 5 побед, 7 поражений. У Спартака принимали 6 побед. Очередной перехват Голихова. Отлично сыграли в защите на этот. И тут же быстрая атака Голихова. Три очка. Наверное, сейчас... Обратите внимание. Александрова держит, в принципе... Да, тут уже опасно. Но пока она распасовки играет. Тут, конечно, у них все надежды... Ответ Алтая Баскета. Из-за других. Это вот примерно как мы с Рязанью играли. Александров обыграет. И сброс идет на периметр. Вот у них 43-й номер. Лина Сликавичус. Он в команде 186 гостей. Самый маленький. Но с броском. С броском игрок. Это немаловажный фактор. Есть и у Александрова. Не получается самому забивать. У него нет момента и ситуации. И нет свободного пространства. Он тогда стягивает на себя оппонентов. И, соответственно, делает скидку. И, пожалуйста, на свободного партнера. Так, у нас замена. Глеб Герасименко. Но, честно говоря, даже не знаю, кого он заменит. Или Самоленко, или Галихова. 5.25 до конца первой 10-ти минутки. Общекомандные фолы по 3. И Данил Соловьев пробивает 2 штрафных броска. Работает тренерский штаб Спартака Приморья Эдуард Сандер. Главный тренер, и он же президент клуба, и Эдуард Раут. Вот я смотрю, вот как наши играют в защите. Если они так будут играть, в принципе. У них получилось уже три отбора. Замена Зверков выходит вместо Алексея Нестерова. Я думаю, стартовый отрезок вполне удовлетворил Эдуарда Сандера. И начинает немножко давать отдохнуть. Баскредболистам стартовой пятерки. И, соответственно, делать замены. И вводить потихонечку резервистов. И запасных. Всем надо дать время поиграть. Увидим наверняка сегодня Юрия Микита. Увидим. И Ниценко. Увидим. И Степана Детванова. Но между тем Ликавич сейчас промазал. Да, отлично прошел в проход. Не попал Узинский. Но тут же подобрал свой мяч в высоком прыжке. И на нем фолл. Это четвертый. Общие команды следующие пробиваются. Команда быстро уже хватали фолов. Пять минут сыграли. Да, три-четыре. Семь фолов уже имеют на двоих. Герасименко. Так, пошел. Проход. Толчок в спину. А вот и пятый фолл. У Алтай-баскета. Да, это был... Данил Соловьев уже, как говорится, забирал мяч. И толчок в спину был. Он уж выгнулся вперед весь. Два штрафных. Еще раз повторюсь, в принципе, то, как наши сейчас играют в защите, тот темп. Нас это вполне устраивает. Конечно, можно звинтить. Второй мимо, но Узинский снял этот мяч. Ну, думаю, уже два подбора на чужом щите и на своем один. Узинский, это его точка. Зверков. Так, я смотрю, команда стала зоной. Гостей, но... Свободно бросал, но не попал. Афель Барнаула. А наша играет лично. И опять еще один. Дуни и тому паса. Ах ты, наравда Месси Петр Собольника. Обидно, обидно. Вот Узинский забрал мяч, да? Ну, Даниле Соловьеву нельзя давать. Он уже стартанул, бежит вперед. Другому игроку, а другой уже донесет Даниле мяч. В результате ошибка. Обидная ошибка. Так хорошо отработали в защите. Так, а наша играет личную защиту. По первым минутам можно сказать, что Спартак Приморья, если так и далее будут проходить в таком же темпе, то Спартак Приморья много может сегодня себе позволить по части экспериментов. Александров первый бросок. Допустим, делать такие же передачи на Данила Соловьева, когда он уже убежал, а передача последовала на это место. Надо было промежуточное дать пас, а потом уже на ход Данила дать. Наши ребята обидно подобрали мяч и чуть-чуть носком заступил лицевую линию Дима Узинский. Заменка поменял Галехова, а Галехов поменял Самоденко. Да. Такая ротация в передней линии Спартака Приморья. Или фолл при заслоне. Похоже, вторая версия все-таки, точнее. Пробивал листья бы тогда штрафные? Да. Нет, скорее это не фолл. Да, это четвертый общекомандный фолл. У Спартака? Да. Дмитрий Николаев. Я вот говорил, он фиголет сейчас уже пробивается. Хорошо, Варламов опытный игрок. Поиграл из Новосибирск. 30 лет, 2-8. Рос масса прилично. 120 килограмм. Технично на спину Данилу посадил. И Данила зафолил. 16-7 впереди Спартака Приморья. 3 минуты и 57 секунд до окончания первой четверти. Варламов первый точен. Двукратный перевес Спартака Приморья. 16-8. На том и завершение. Наш подбор, да. Вот Гарихов. Но меня, честно говоря, радует, что болельщики потихоньку, потихоньку подходят, подходят, трибуны заполняются. Будний день, конечно, опять же, проблемы с транспортом, потому, конечно, добраться на Литвицца очень и очень сложно. Да, стоит зона у гостей также. А надо уже что-то, что-то, что-то делать. Потому что уже 7-7 секунд. Тарабанит, тарабанит. Еще пошел проход. Парашют не забил. Подбор остался за гостями. На своем щите забрали мяч баскетболисты Алтай-баскета. Да, вторую атаку против зоны наши не могут завершить. Александров против Гарихова ставит ему заслон. Не поддержал его. Александров еще один заслон получает. Молодцы наши ребята отбили в защите 24 секунды, отведенные на атаку. Не даже не взглянули на кольцо. Да, нам надо что-то делать против зоны. Я думаю, тут надо более... Немножко несогласованное перемещение у наших игроков. И мяч очень медленно ходит. И по периметру и все больше на индивидуальное мастерство надеются. Вот и потери опять. Третья атака против зоны. Да, тут уже... Это пробивной фолл. Илья Александров будет с линии штрафных бросков бросать. Да, надо что-то делать. Обидно просто. Сейчас даже вообще без атаки тоже против зоны. Потеря. Вы знаете, Сергей Леонидович, я с вами соглашусь, что надо делать. Но вот, судя по характеру игры, наши баскетболисты так не думают. Преимущество вполне комфортное. Игра получается. Ну да, ошиблись раз. Ну да, два. Но всегда можем... Александров первый мимо. Можем забить в нападении. Но вот пока три атаки не можем. Пока их как-то... Хотя и отбиваемся. Не смущает абсолютно хозяев. Забил Александров один из двух. Ну что поменялось? Поменялось 8 на 9. 16-9. Да, Александров идет на скамейку запасных. И вместо него отсюда плохо видно, какой номер вышел. Скажу откровен, что от Александрова мы ждали большего. Зверков в угол. Галихов бросил. Не попал. Четвертая атака против зоны не получается. И опять же наши ребята не комплексуют ни грамма. Ну правильно, это уже напрашивался сам по себе. 16-9 впереди Спартак. Первый тайм-аут вообще за 7 с половиной минут. Взяла наша команда. Тут действительно надо... Есть на чем подумать. И как воплощать в заброшенное место. Ну я думаю, после этой паузы в игре наши ребята должны так взяться за дело. И опять немножко прибавить. Прибавить, заиграть более внимательно, грамотно и дисциплинированно. И дело пойдет. Потому что понятно, тренер гостей вполне увидел ту обстановку, которая дает личная защита против нашей команды. Он, естественно, был не удовлетворен этой защитой. Решил поменять ее на зону. По-моему, у талисмана Спартака Приморья Тигра Алешка новая обувь. И какие-то там носки или гетры, не могу понять. С зеленым оттенком. Ну нормально, в общем, смотрится он... На контрасте, да? Смотрится он по-прежнему здорово. Итак, 16-11. 2 минуты 31 секунда до конца первой 10 минутки наши выбрасывают мяч. состав Нестеров, Герасименко, Зверков, Соловьев и Галехов. Тут, конечно, ждут. Ну вот, пожалуйста. Глеб Герасименко отметился с 3 очка. Ну вот, видите, все встало на свои места. Ну, о чем мы говорим. Ну, опаньки. Ну, не забил. Раз, Данила на месте. Передача. Поехали. Герасименко разгоняет атаку Спартака Приморья. И кому передача? Просто надо успокоиться и время еще 14 секунд и надо против зоны только быстро надо это все делать. Так, 8 секунд на атаку. Ох, ох, ох. Не был готов Данила к этой передаче. Он ждал мяч, что пойдет на уровне груди. Ему Нестеров отдал со скоком от пола. Не надо расслабляться. Вот он убил себе, что сейчас мяч придет в грудь. А он со скоком от пола в грудь. Этого парня тоже нельзя. Хорошо, что хорошо кончается. Герасименко быстро атака. Нет, быстро атака не получится. Придется остановиться в позицию. Нестеров. Да что ж такое, ребята. Тут очень близкое расстояние. Вот надо уже бросать. Герасименко в проход, где забить бы забили. И очень хорошо, что Данила не прекратил после своего броска, который он промазал, поборолся и добил. Еще Варламов на нем зафалил. 21-11. Минута 14 до конца. И дополнительный бонус, как говорится. Бонус, да. Сейчас Данила его исполнит. Сергей Леонидович, докладываю вам, после тайм-аута «Спартак Приморья». Савель Шудер и Вочек 6-0. Все ожидаемо. 22-11. Двукратный перевес хозяев паркета. Так, сейчас Ниценко видит на пол. Вот, 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 вот. Молодые наши ребята. Вот чего мы ждали. 19-летний Данилу. Ну, Данилу надо было подменить, потому что он практически без замен отыграл. Минута 14 до конца. Сейчас Ниценко потолкается. Но Александру надо просто не испортить, отыграть в защите, потому что он держит игрока хоть и немножко выше себя, Руслан. На периметр сброс, подбор. Подбор. Двоем потянулись и забрали. Госсий продолжает свою атаку. Вторая волна. Скидка сюда в угол. Сейчас наши подобрали. Все успокоится. Ну, в принципе, они по такому же принципу действуют. Стянуть на себя игрока и свободному отдать. Ух, передача какая. Через всю площадку, поперек это... Ай, неудачный пас. Замысел-то был хороший. Хороший. И пас хороший вроде как начинался, но он задел нижнюю часть счета и... Резко вниз опустился и естественно было трудно поймать за верху. Юрий Витюк появляется на паркете. Как мы предполагали, Эдуард Сандер даст и молодым поиграть сегодня. И как мы видим уже в первой четверти, до окончания которой остается 30 секунд. И будет две атаки. Точно это и следующее. Расслабляться нельзя, потому что ряд опытных игроков у команды гостей. Пробежка. Да, пробежка. Все правильно. Это раз ряд опытных игроков, как вы сказали, абсолютно правильно. Ну и во-вторых, задача, надо попадать в восьмерку. Надо дома побеждать. Ну потихонечку. Да, да. Это понятно. Это все прекрасно понимают, имею ввиду, тренера. И так, сейчас будет последняя атака в 8 секунд до конца. Александров как-то плотно присел на скамеечку запасных. Нестеров на коде. Все отлично, да. Молодцы наши ребята. Переносил мяч с левой руки в правую. И все, серийный практически мяч отправил в корзину. 24-11. Плюс 13 в первой четверти, я считаю, очень и очень комфортный приезд. Комфортно, тем более пропустили 11 очков. Это нормально. Ну, что можно сказать по первому тайму? Видать, тренер гостей хочет команду как бы взбодрить, что ли, потому что они немножко проседают. Может, с перелета, после Иркутска что-то. Ну, разные могут быть причины. Даже если есть какие-то фишки в игре Алтая Баскета, ну, пока они никак не сыграли, их не видно. У них темп игры идет чуть ниже среднего даже. Наша играет с средним темпом, это нас устраивает. Я думаю, если наши звинтят темп, но они должны проснуться, я имею в виду команду гостей. Нет, пусть спят спокойно. Ну, спокойно нет, но пускай в таком же темпе играет. То есть для них этот темп даже ниже среднего, но не получается. И, конечно, 24 очка пропустить, это, допустим, как тренер рассуждает, это много. За исключением у нас в начале были две обидные ошибки, и против зоны четыре атаки не могли завершить. А если бы что-то половинку бы завершили, то уже цифра была бы за 25 очков. А тренер рассуждает, 25 на 4 умножаем, получите 100-85 очков в свою корзину. А спрашивается, а зачем? Так что здесь... Ну, тем более у нас через пять дней еще матч состоится. Да, кубковая игра. Да, кубковый матч с Самарой. Самара серьезный соперник. Хоть наши ребята и выиграли 9 очков на выезде, но здесь тоже пять дней будет им вполне достаточно, чтобы показать баскетбол, по крайней мере, не ниже то, что показал Спартак в первые 10 минут. И, конечно, хорошо, что у нас идет ротация состава и молодых ребят выпускает. Итак, вторая 10 минутка. Гости будут выбрасывать мяч. На площадке у них Николаев Ликавичус Пушкин. Да, такая фамилия Александр. Александр. Да, я помню, мы тогда еще были. Да, Игорев. Полный тезка великого поэта. и Зайкин Александр. Прозевали, прозевали тринадцатый номер, разыгрывали. Кладышев, Василий Кладышев. Пропустили трехочковый бросок. Так, Алтай-Баскет перешел на личную защиту. Данила удар по руке был, удар по руке, так бы Данила бы развернулся или отдал бы на периметр. Игорев. 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 Сегодня, кстати, комиссар матча Владимир Соседов из Москвы. Он в свою бытность тоже был игроком в советские времена и играл за строитель Мособласть. И мы с ним встречались на площадке не раз. Да, потом небольшая была травма. Фолк при броске удачно вошел на скидку Соловьева Зверков и команде гостей ничего не давалось как просто рубануть по рукам. Уже два фола набрали гости. Да, играли в баскетбол, все, но у него была, если не ошибаюсь, небольшая травма. И он завязал, как у нас, говорит, повесил кроссовки на гвоздь и пошел по судейской эстезии. И очень много матча судил еще и в конце СССР был, и Россия. Так что все уже возраст не позволяет поле, все. Только комиссар. Наши забили из двух один зверков, штрафной бросок, личная защита. Наши немножко выпихивают их за периметром. выдавливают. выдавливают, да. Ну, Данила, зачем он здесь... Не надо, аккуратно, Данила. Это сквозняк почти идет, да. я оказался прав и быстро атака у нас не получится. И сейчас так здорово получилось. Да, Узинский вот первый бросок у него был, ему надо было сразу бросать, а он решил показать, и второй игрок подошел, бросил, мимо, но тут же подобрал, и на нем фол. Вот чем хорош Дима Узинский, вот у него стартовая скорость хорошая, мгновенный прыжок, то есть вот эти два элемента ему надо в свою пользу обращать как можно чаще, когда он на площадке. еще бы добавить точности при бросках. Не, но прошедший матч, да, у него был из 7-0, ему даже я вот посоветовал, Дима, без траектории бросаешь, вообще практически невозможно попасть, а когда идет траектория, как сейчас штрафная 20, это нормально. Так, 27-14. Спартак при море восстановил ту разницу в 13 очков, с которой он закончил первую четверть. Да, да, зря, зря. Дима, это уже лишний фолл, надо ножками отрабатывать. Владимир Рощевеля он придержал руками, потому что проиграл позицию сбоку. Так, Алтай-Баскет, три общекомандных фола, Спартак, это кажется второй уже был фолл. А команда сыграли во второй четверти всего лишь минуту и 18 секунд. Александров вышел на площадку. Как-то и с фолами в первой четверти было многовато. Так, едва, едва не обокрали. Сейчас подбор наш Данила снял мяч, отдал ее Самоленко. Нет, тоже гости быстро возвращаются в защиту. Ой-ой-ой. Пилетча высокая какая была. Есть, Тиропов. Пробежка, пробежка. Золк окружился с мячом Алексей. в принципе, конечно, советовать со стороны легче, но, в принципе, я почему так говорю, потому что Местеров уже игрок опытный. Неудачно дали пас. Ну, неудачно дали пас. Кое-как ты его достал. Отдай обратно. Время еще было 14 секунд. Начал топтаться, пытался обыграть, совершил пробежку. Местера защищается. Шевель тут пытается. Нет, не продавил Гера Семенко. Ну, молодец. Он руки поднял. Говорится, ни пяди площадки не уступил. Так, Алексей, проход. Это вот коронный проход на паузе, на смене ритма. Игроки тормознулись. Думали, что он остановится. Он тут же шаг и один. Сергей Леонидович, докладываем интересные цифры. До этого матча 965 очков Спартак примерно заработал в этом чемпионате с начала турнира и 970 пропустил. Сейчас наше преимущество плюс 15. Митюк отличный. И, соответственно, мы уже в плюсах. В плюсах. Вот сейчас по нападным очкам. Мне приятно сказать, что Дима Митюк, вот ему 20 лет, он сыграл сейчас, то есть, по-игротски. Не пожадничал, то есть, показал на бросок с уходом вроде бросай. И тут же открытый игрок под кольцом отдал. Классно отдал. На нем зафолили, но это уже четвертый фол у гостей. У нас один всего общекомандный фол. И поэтому сейчас можно нагрузить немного и Данилу Соловьевой, и Нестерова, потому что, я думаю, 1-1 на 1 вполне могут сыграть, а тем более на фолы. как говорится, посадить команду гостей на багаж. 6 очков наберем, и будет тысячное очко с начала этого чемпионата. Ну, Спартака Приморья. Еще 6. На этом нашим баскетболистам не до красивых цифр. Надо играть в свой баскетбол и побеждать. Вот она комбинация, которую наши болельщики ждали. Данила Врошаев вроде пошел на получение мяча на периметр, но развернулся. Митюк ему поставил заслон. Классно. И тут же с боковой наброс получения мяча и не опускаясь на землю сверху. 1 на 1. Опять Нестерова. Да что ж такое. Леша, Леша. Ну, не получилось. Откинь мяч. Откинь мяч. Никто тебя не гонит. Даже вон Эдуард Сандер ему показывает, что вот вертеться не надо, надо просто ударить. Я вам говорю, сегодня вот наши ребята, наши парни могут позволить себе вот такие вот не знаю, оплошности, шерохобатости, вот такие вот ляпы могут позволить. Соперник позволяет. Но не забывать об игровой дисциплине. Это когда уже 25 очков 2-3 минуты остается. плюс 17 за 7-24 до большого перерыва еще играть, играть, даже во второй четверти. И от того, что Нестеров еще раз крутанулся, но понятно, неприятно. Ни баскетболисту, ни тренеру, но болельщики естественно тоже не хотелось бы. Но тем не менее этот ляп никак не повлияет, я надеюсь. Я тоже на это надеюсь, потому что пока наши ребята, чтобы не сглазить в защите, отрабатывают, заставляют по полной программе работать нападения, и судя на данный момент Алтай-баскет не готов к этой защите. Поэтому у них и столько потерь. И возвращает, наши заставляют их быстро возвращаться, они, видать, немножко подсели, потому что у них уже сыграно всего 2,5 минуты, 2, да, 2,35-6, и у них уже перебор штрафный. А так для них было и в первой четверти, они также очень быстро нахватались всего на есть и полов. Галехов Александрова держит, плотно держит от мяча. Вот дает ему получать мяч где-то метров 10-9 от... Так, скидка, все правильно, и мимо. Ну, там мимо, сравненно. А здесь здорово, Данила. Отлично. Блокшот. Данила Соловьев заработал блокшот, и от шевеля мяч улетел в вал. Митюк заказывает комбинация номер один. Посмотрим, чем она будет заключаться. Положил на барабан. Галехов через заслон выходит, а Даниле не отдал. Посмотри на кольцо, Юра. Скидка под кольцо. Опять пробежка. Ну, что такое? Леша, Леша. Митюк положил червонец на барабан и заказал музыку. Да, отлично. Просто выложил конфетку. А музыкант не знает нот. Вот сейчас засеменил, засеменил ногами, держа мяч в руках. Ну, а формул хитрик. Обидно, обидно, обидно. Ну, да ладно. 31-14. Подобратил внимание, сейчас Данила Соловьев от мяча держал игрока. Пытался игрок под номером 3-4 слета Вячеслав и не нашел ничего лучшего, как пихнуть Данилу в грудь, чтобы получить мяч. Ну, естественно, фол. Так, ребята, надо успокоиться. У вас нормально все получается. Нормально. судя по всему, команда гостей стала зоной. Итак, мяч попал в ногу 14 секунд. Замена Ликявичуса ничего не получилось. Вместо него вышел Гладышев Василий. Да, опять стоит зона у гостей. Тут надо быстрее мяч переводить по периметру Голихов. Все, уже поздно. Пошел в проход. Затолкал мяч. Заработал фол и бонус. А тут вот Алексей сыграл, я бы сказал, даже мудро в чем-то. Два шага зависает над кольцом. Игроки гостей подумали, что он будет отдавать на периметр. Он взял просто справа руки на левую положил и с дальней стороны. А в это время игрок защитник как он бросает. Ну и руку протянул и по руке ударил. Сергей Леонидович плюс 20 34-14 999 очков набрал Спартак Приморец с начала этого чемпионата. Баскетбольный суперзилл. Ох, Александров разозлился, похоже. Пошел в проход. Ох, двое. Ну, двоим бросили игрока. Это очревато. И получили. Это тот Гладышев, который вначале отметился второй 10-минуткой трехочковым попаданием. Который Василий и который по 13-м номером играет. Совершенно верно. Если не ошибаюсь, играя в прошлом сезоне дома с Алтай-Баскетом насчет Пушкина Александра. Он что-то такое вытворил, что мы сказали в том плане как птихи, как поэма. Потому что он в конце получил блокшот. Нестеров мимо кассы. Ничего страшного. Леша Голихов поборолся. Молодец, но... Ой, прошу прощения, Зверков поборолся, но заступил. А так был бы мяч наш. Итак, двукратное превосходство Спартака. Нашим бы сейчас под кольцо бы сыграть. У них перебор большой. У нас всего один фолк. Александров на периметре. Даже дальше. Попускает. Постучит. Постучит. Вот и потерял. Нестеров, думаю, сейчас сверху пойдет. Да. Алексей Нестеров второй раз сверху. Браво, Алексей. Тысячная, тысяча первая очков в этом чемпионате Спартака Приморьев. А все началось с того, что коллективный отбор мяча в защите. Первый раз мы их простили, когда Александров залез в гущу и выбросил прошлый мяч. Он вау. Тут же начали атаку. Мне кажется, в нашей команде в предыдущем матче против баскетбольного клуба Новосибирск игра получилась очень нервной, напряженной. Как-то нашей команде игрокам не то чтобы надоело, как-то они устали играть, знаете, под таким прессингом, под таким прессом, прессом ответственности. Да. И сегодня они могут позволить себе где-то совершить ляп. Да, может быть какая-то зажатость в Новосибирске в начале, да. А то я уже сказал, ребята, отступать некуда, посади Амурский залив. Кстати, когда играли с Новосибирском, там еще была вода. А Новосибирск жил в Амурском заливе. Да. А сегодня уже вот эти морозы у нас уже затянуло литком. Ну я на всякий случай скажу, если кто не знает. Батарейная набережная, на ней стоит спорткомплекс олимпийцы, буквально 25-30 метров находится уже вода, то есть Амурский залив. Да, все рядом. Город на самом деле у моря. На сопках у моря. Ой. И смотрите, как играет по-взрослому я отмечаю уже второй матч Данила Соловьев. После ухода Никиты Маргунова он понял Молодец, молодец. Понял свою ответственность в команде, понял, что результат зависит в том числе и от его, и потому Данила мне очень это нравится. Раскрылся, я бы сказал. Да, 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 да. Надо почувствовать свою вот именно взрослость в баскетболе. Хватит этого южского такого. Этого парня нельзя, надо только подобрать еще. Голехов подобрал, да, тут легкий мяч забили. Гости, но что ж. 36-19. Так, Владине еще 19 секунд с 4-49 до конца. Пока наши ребята мало забивают. Но сам для Разверкова сказал, надо сначала мяч снять, а потом убегать, чтобы такой легкий мяч нам не забивали. Личная защита опять у гостей. Отличный сброс. Классика, как в футболе стеночка. Изверков забивает два очка. 38-19 Спартак. Николаев. Вот. Так. Постоянно двигается Ох ты, Данила, дотянулся до мяча, мяч даже чиркнул так по пальцам. Вот если бы не чиркнул, может быть, и залетел мяч. Но под Большого пошел 13-й номер. Все-таки сейчас посмотрим. 188. Так, мяч достается гостям. Да, Данила Соловьев на усах неудачно поборолся, локоточками помассировал Вячеславу слету. Я не знаю, может, слета не склоняется его фамилия. Будет Вячеслав слета. Хорошо, договорились. Между прочим, вышел Ликавичус. Это, конечно, опытный игрок, когда Шевелева так запускает ему ну, Степан Гетманов в принципе он на скорости уходил мимо Степана. Тому ничего не осталось. Приобнять его так и приостановить один промажет за это? Трудно в это поверить. Но хочется, чтобы из двух один забил. точен два раза 38-23 Спартак 3.50 до конца второй 10 минутки. Так, я смотрю, гости опять стали с зоной. На периметр и три. Молодец, смотрите, как здорово он стал. Молодец, молодец. Передача ему не стал там крутить. Двоечку с Голиховым отдали пас, его постраховал второй, Глеб уже стоял на противоположной стороне. Да и не стал крутиться, вертеться. Четко в руки. Тоже отдал передачу и пожалуйста бросок. Бетманов быстренько уже второй фолл. Это у нас четвертый общекомандный. Степан отдыхать. Есть какое у меня предчувствие. Но пока нет. Но немножко не успевал, конечно, да. Четвертый общекомандный. Александров выбрасывает мяч. Ликавичус. Блокшот. Блокшот Данила Шевелю влепил. Аж приятно. Так. Это кому? Неужели Даниле? Данила опять. Вот это болезнь его старая. Уже два фола. Лучше в защите получил при заслоне. Два фола с интервалом в минуту. Да. Не надо, Данила, поаккуратнее, поосторожнее. Не надо так. Вместо него вышел Ниценко. Так что у нас молодежь на площадке. Два игрока. Ниценко и Кетманов. Наши с зоной стоят. Пробежка, пробежка. Кстати, такая же похожая была у Шевеля в первой десяти минутке. Только там пивот он делал, а тут решил смену ритма. Смену ритма сделал. Забыл ударить. Мяча пол и лишний шаг. Итак, Герасименко. Да, две команды стоят в зоне. И вот у меня немножко опаска есть, что ребята молодые. Главное, чтобы выполняли то, чему их учили на тренировках. Ницинка мяч не поймал, к сожалению. Фалить не надо. Не надо фалить. Тем более в центре площадки практически. Поднимает Эдуард Сандер со скамейки. Ага. Замена Зверков вместо него. Да. Не попал в игру пока И в итоге два штрафных броска. Но сейчас может Владимир Шевель все-таки услышит мои просьбы, что очень тяжело. Он скажет вам оформляйте в письменном виде. Тогда выполним. Ну я смотрю трибуны потихонечку заполняются. Подходит народ. Народ подходит даже вот время-то уже приближается к экватору нашего матча. Но тем не менее народ идет. 41.25 Спартак впереди. 2.37 до конца первой 10 минут. Замена Александрова меняет Александр Пушкин. Зверков ставит спину. Герасименко ага. Передача так-так-так-так-так-так. Потеря против зоны опять неудачный Нейстер подал. Пробежка пробежка это стопроцентная пробежка. придумывает постоянно в трехсекундной зоне. Так замена Алексей Нейстеров садится вместо него Данила. Данила аккуратно лучше в нападении не махай руками не толкай. 2.20 до большого перерыва. Да на площадке Митюк Нейстеров Соловьев а также Зверков и Глеб Герасименко. Но пока есть той молодежи которая появлялась у нас на площадке вот Юра Митюк оставляет впечатление зрелого баскетболиста. На себя он не берет завершение атаки. распасовки. Ребята пора атаку делать уже. Так 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 залезет сюда. Вот щелка была маленькая и Андрей Зверков вот в эту щелочку Даниле сбросил мяч буквально с полутора метров. плюс 18 43 25 вот этот парень ничего страшного и ответ а быстро ответа не получилось никто не побежал в отрыв но тоже знает силу Спартака в том плане возвращаются по крайней мере гости по лицевой собрались перегрузку Данила посмотри спокойно не торопись не торопись вот сейчас можно в 1 в 1 сыграть ах там бросок явно не шел у Данилы что ж ты Степа Степа поборолся отойди зачем руки опускать это уже третий фол Гетманов получает тем более он пробивной знаешь как обычно бывает ну прыгнул поборолся опустился и побежал защиту ну не надо уже а Глеб Герасименко ему там высказывает но молодежь еще учится и учится нет я согласен главное чтобы это так у нас Гладышев Василий на линии штрафного но этот парень у него образно такая кисть мягкая хорошая 2-3 очковых нам забил сейчас штрафных бросают то вдруг в дужку знаешь бы как вот сейчас а вот а подбор надо забирать ребят а это узинский нет давайте полетели втроем против двоих уже все уже не полетели 43-26 минута 15 до конца вот у нас против зоны как будто знаешь играем ах зона елки-палки 3-4 атаки тратим на то чтобы сообразить что делать вот Глеб эту зону мне очень нравится спокойно разбивает трехочковым броском что тогда что сейчас да вы знаете я думаю что там в Алтай-баскете есть кому читать игру и прекрасно видят баскетболисты что молодежь наша в части Гетманов и Митюк которые находят за площадки они хотя и угрожают кольцу гостей но не верят что они бросают но не бьют не бьют угрожают но обязательно скидка идет потом но Митюк правильно тогда набросок был момент он просто хорошо скинул ай-яй-яй вот это это защита или фол фол это понимаю Данила Данила рубанул это третий фол уже да но Данила прав был в том плане что Шевеля уже Данилы получил два горшка прошу прощения потому что блок шот а когда с мячом падают на пятую точку это садят на одно место это такая баскетбольная и он видел что Данила летел он просто локоть поставил в Данилу ну тут бы я на место судить за такую грубую игру вот вот прав был Данила наконец-то Шевель пятый смазал штрафной и болельщики возмущаются за эту отмашку конечно второй раз смажет вообще будет прекрасно смажет замена у нас да или тайм тайм аут так по два тайм аута взяли команды то что гонок который нет и до 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 получается тут два варианта если не извините темп как бы хуже не стало но до увеличится количество потерь там процент у них это потери так это они играют в своем темпе вы говорите а если извините тогда что будет ну предоставим это а причем вы знаете ли рам гостей сергей и наши ребята совершают немало ошибок я не спорю все-таки в целом уровень игры спартака приморья выше а потом мы и выигрываем ближе к экватору этого матча плюс 19 то действительно может тяжелая игра хотя все решилось за последние три минуты в уркутске так что 14 очков вроде счет большой за три минуты была разница 3 очка всего и то есть может много сил отдали пытается сейчас при синге тут так такой сдерживающий у нас на площадку аксенов вышел 18 лет аксенова вот хороший пас митюков и юра свой же бросок подобрал так что можно молодец парень не выключился поймаете бросил и руки были готовы мяч вновь подобрать сквозняк сквозняк мимо поборолись но все равно мяч только не фалите ребята отталить по я вот этого ждал а вот степан гетман а хотел мяч нет 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 он руку поставил надо было ее убрать игрок уже не ждал что он просто бы в аут ушел обмануть я кстати любил этим вариантом пользоваться очень часто мяч летит я ставлю руку а потом ее убираю игрок просто не ждет просто не ждет и он улетает и так атака алтай баскета закончилась ничем 46 27 плюс 19 перерыв уходим на отдыхать спортивная трансляция на восьмом мы продолжаем наш репортаж и спорткомплекс олимпийц о матче российской баскетбольной суперлиги сегодня спартак приморья на родном паркете принимает алтай баскет из барнаула впереди еще 3 и 4 четверти позади 1 и 2 после которых счет 46 27 впереди красно-белые для вас по-прежнему работают я юрий пикалов и мастер спорта советского союза по баскетболу сергей медведев сергей леонидович вот ваше впечатление о первой половине этой игры думаю что главное что наши ребята навязали свою все-таки игру как болтай баскет не хочет выходить из этих как бы назвать цепей можно по-разному объятий мы заставляем их играть в эту игру и играя в защите цепка от мяча вытесняя заставили гостей сделать много ошибок у нас тоже были ошибки дома у них приведение перехваты забрали много мячей и команда гостей не попала те мячи которые они обычно забивают вот это только я думаю вот в этом преимущество настрой вроде хороший боевой попытались гости менять личную зону обратно обратно но пока у них не получается это и на паркете в эти стартовые секунды третий четверть у спадака приморья едва ли не оптимальный состав едва ли не стартовая пятерка это самоленко соловьев вот галихов бросает не забивает на подбор пытался по тенистеров не добрался узинский пишет в оборону защиту не забили гости и ответ галихов а вот час трое четверо против двоих отлично и обратите внимание какой пас до галихов по центру слева двое он посмотрел на них и левой рукой за спины со скоком от пола дает нестерову давайте скажем кто играет сейчас на площадке за алтай баскет по тринадцатым номером василий гладышев но 12 шевель владимир шевель да 30 сейчас забрал вячеслав с лета таково еще не звал 11 номер это александр пушкин и и и и и и нет шестой номер александров да 49 29 да тут уже в грубо толкнули алексея галихова два штрафных броска 49 29 но и опять всегда говорю потому что уже как бы третья четверть как бы определяющая то есть тут можно вести 15 очков и 16 закончится в ничью то есть ни в коем случае нельзя расслабляться баскетбол такая игра быстрая скоростная три дня назад новосибирск вел в 3 четверти плюс 12 было алексей галихов не простил не простил своего полета потас столги за которым сидят прицелили средств массовой информации не простил он этого и два штрафных из двух положено наше играет лично также старается играть плотно даже в меру жестко но тут слита тоже вячеслав 26 ростом полукрюк тяжело это тоже летает самоника начинает атаку спартака приморья команду переместились галихов как он один кивок головы просто стоя на месте показал что влево аксал вправо и вообще не этого хватило шел перед ним осталось пустое пространство это значит говорит о том что еще и опытный игрок это что они ждут всегда от него какой-то каверзы немножко футбола здесь было среди баскетбола мячи судьи отдают спортаку примере правильно гладышев пошел мяч у него выбили мяч отлетел в его ноги он запутался и мяч улетел на видение можно сказать обокрали самоленко заказывает комбинацию личная защита у гостей а вот перелет но это не до него соловьев это в этот раз алексей нестеров атаки из засады выскочил только мяч вверх от щита и в двумя руками 24 так судьи засчитают засчитать должны обязательно до мяч засчитан три очка сейчас могут парни спору на брать владимир шевель только один смазался не то есть у него из 6 5 сейчас посмотрим сколько рифры из 5 33 7 6 хороший процент ну два блокшета данилы получилось сколько пробежек сделал сколько его обокрали галехов данили сброс не дани ладо мяч спокойно они тоже стали немножко жестче играть силовой манере и сироп по дуге пролетел вот это его игра как он в первом помнишь получал мяч начал мельтешить на месте три пробежки дали в этом многовато конечно вот это его игра на данный момент я бы сказал бы сейчас один из самых опасных это шевель до александров даже сквозняк дали дальше сделать еще передача вот ай-яй-яй-яй-яй хорошо бы получилось но выбили у спитра самоленко показать что и по руке чуть не отхватили вместе с мячом но да ладно 18 секунд у нас еще у нас так остается 57 34 впереди спортак приморья 18 секунд уже меньше 16 дадил соловьев далеко от кольца а вот сейчас в один в один александров профи передачу получает и вас и бросает мира с 8 не забиваясь подбор алексей нестеров все еще один заход а концу алтай баскета будут готовить атаку через заслоны по сузинскому дима пора уже обыгрывать вот так это твоя игра только забил в голову играем играем ребята ну зачем же не дотерпели чуть-чуть так этом волейбольчик сейчас сыграли нас соперики в касание мяч переправе в нашу слита забил данила смотрел думали что наши заберут на месте стоя не получилось естественно полос это фолл это фолл корпусом бассейн гладышев до галихов как бы нырнул в проход корпусом уже даже не корпусом а руками корпуса посмотрите вновь баскетболисты из барнаула быстренько захватались фолов четыре общекомандных до зиграю команда 3 с половиной минуты место гладышева 6 23 до конца 3 самоленко спокойненько сейчас ребята можно заказать пробежка пробежка у данилы ну ладно пробежка боксим знаешь самоленко хороший пас отдала данила вот так обрабатывал в руки потом в грудь потом опять в руки а в это время шаги то не но как скульптор понимаете отсекал отсекал и это у нас сегодня много именно вот технического брака в этом элементе баскетбола третий шаг делаю шевель неугомонны тащит тащит команда это фолл не считать если галихова да это у нас только второй командный фолл так что мяч залиться и боковой линии будет выброс мы пока играем тем же составом 4 минуты как и в начале только ребята надо спокойненько потерпите такие мечети опа отлично опять да сегодня александров никакой по крайней мере я незаметен вообще как мы ждали его входа в игру и помню в прошлом сезоне как они уверены в том числе полетят 3 и там и заменили заменили александров был незаметен на старте этой игры и сейчас я у набрал какие-то очки 1 очкою 21 штрафные было так опять зона плохой пасу зинского соловьеву сейчас быстро это как вот с этим парнем сейчас это единственный человек который но 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 ребята ребятки подбирать на дом подобрали галихов вот он даже может нате от галихова я же остановился знаешь паузу дал может и смотрите связи с останавливать встречу но это не николаев николаев его подымает с лету слита не там а у них произошло столкновение с данилом слоевым но получилось так они пошли на подбор мяч забили в паузе данил остался на месте тут развернулся побежал и просто стукнулся то есть тут никаких так сейчас варламов выходит вместо на зверков вместо узинского слита заменяет вернее уходят с площадки варламов варламов вначале поборолся забил а потом как-то его не выключили из игры молодцы в принципе в защите играет вот несмотря на счет эдуард сандер все-таки пока молодежь не выпускает дал он и поиграть по резвизу 3 3 во второй четверти а сейчас вот хороший сейчас заслон варла еще сказать что у молодежи не убедила на самом деле команды нил гладышев передача такую же давал узинский соловьев такую же на очень низкую и очень неприятную так галихов ждет ждет жёстко жёстко все данила молодец снял и опять играем 2 на 14 секунд ребята надо готовить атаку 6 секунд осталось то он скажите об этом галихову а вот прекрасно это видел и опять тем же попал им кивком головы влево двое ушли один спокойно забил ну да хорошую игру наши фото тупо и сглазить показывают забрать то надо ух там махнул рукой андрей звуков да да тут уже махнул как косой когда варлама под кольцом борется до тяжело все-таки мощный игрок 28 так у нас замена глеб герасименко кого петра самоленко меняет петр думал что еще поиграет кстати петр очень плодотворное даже сыграл в проход стягивает хорошие пасы раздавал после которых были забиты нужны эти нам очки варламов тоже начал первую 10 минутку из 2 2 штрафные забил сейчас из 3 3 наш подбор данила дает сейчас глеб постучит немножко войдет в игру плюс 25 62 37 пользу хозяев паркета все 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 андрей надо атаку алексей готовить все уже тут время уходит вот это и вот что мы привыкли до разбалтывание вправо влево разворот в другую полукрюк и от заборчика влетает до ладышев у них я смотрю да и наш откровенно говоря его пропустили так не стали мы навязывать серьезной борьбы ну по крайней мере вот гладышев и щавили того два игрока которые вот так пытаются завести своих ребят хорошо а тут я лучше зверков красавец то есть скидка вся команда алтая бросается на него тут вторая скидка на зверкова и тут полукрюк и никого в километре нет то есть вот этот тот баскетбол который вот и болельщикам нравится это фон и стеров на гладышеве это четвертый общекомандный за 311 до конца 3 четверти александров опять выпускает на площадку вместо александра пушкина все-таки тренер надеется на опыт александрова в том плане что может быть прорвет у нас митюк вышел вместо андрея галихова алексея галихова до атака барнаульцев александров что придумает 6 номер у нас зона стоит то они пытаются играть играть а так да не хватает александров но вот он забивает до 33 очка так и варламову если это фол ему так сейчас посмотрим что там произошло опять диме николаеву по носу ударили но этот раз без крови слава богу а я уже думал так традиция будет нарушена но дай бог конечно чтобы этого не произошло вот мяч не подобрали вроде в наших руках был все не забиваем это герасименко я и данила поборолся но от него мяч отскочил на главу не свалил у него три уже персональных замечаний не надо больше тем более до команда уже выбрали до конца две с половиной минуты борьба пошла в партере молодец митюк молодец а все затеял как говорится зверков на ведение по мячу мяч вскачет туда-сюда заварил кашу заверков да расслевал ее митюк юроп бросается на пол за мячом и в борьбе мяч остался у нас зверков личная защита у гостей можно в один в один сыграть сброс митюку еще сброс мистера мимо мимо назад ребята надо бежать до александров сам себя не расслабляет не расслабляйтесь ребята вот вот о чем я и говорил 66 44 молодец молодец юра убежал бы какой пас был какой пас метров на ну сколько метров на 15 16 поймал показала игрок пролетел браво юра продолжай в таком же спокойно юра спокойно но ничего ничего два захода было на кольцо сейчас и юры митюка из гриба герасименко не забили ну все так а 6 секунд в юра там закрутился обидно обидно мяч не задел кольца вот так хотел битюк забить а вот этот аспект как подбор на кольце у нас немножко стал хромать на своем щеке немножко сумборный пошел баскетбол ну зрителям понравился такие искрометные атаки отрезок хорошего на него так сейчас посмотрим сюда и сам по моему перевод пар соперников партер ну алтай баскет просит не спортивный фолк но судья показывает что это было все в пределах никакой умышленной игры было ну ну немножко сам бы ничего страшно но он же за мяч хватился и вместе с мячом уронил игрока соперников ворламов на линии штрафных бросков 68 на полевой же не переходил на удушайте правильно тут глебу тяжеловато 2 8 из 182 тут я бы думаю тяжеловато нашему игроку пришлось бы в партнер дает у нас последняя минута 3 четверки плюс 20 23 68 45 и спартак приморья ну еще десять секунд будет да и у нас есть время и у гостей будет время конечно метюк 13 секунд остается у спартака приморья чтобы завершить эту атаку но я по крайней мере рад что наши ребята все-таки отыграли так как надо и счет даже увеличился то есть было плюс 12 часа плюс 23 не расслабились горшочек глебу горошек да тут так что там судья увидел пробеж не засчитывается толчок александрова правильный он опять в своем видении запутался взял а тут два игрока левым локоточком 1 убрал и бросил тайм-аут и время есть тело наша команда на танцепи вот на хорошую да не на сумбурную нею обрати внимание этот вообще только первый тайм-аут 3 10 минут и взяли тем более наши за 8 и 4 десяток значит какую-то комбинацию сейчас закрутят я понимаю а получается что наставник алтай баскета евгений чижок выбросил уже белое полотенце и ну не взяв для того тайм-аута в третьей четверти ну трудно сказать но с другой стороны видать гости не ожидали что не наткнуться именно такую агрессивную и грубую жесткую защиту я когда в конце будет посмотреть но очень много потерь и на видении и в передачах просто и блокшоты наши стали просто целый букет и так 8 и 4 десятых 68 45 ну а фаллы что у одной команды что у другой в этот в этом матче очень быстро ну алтай баскет их быстрее набирают до экватора четверти потом спартак приморья догоняет у нас аксёнов гетманов зверков митюк и ниценко вся наша молодежь а надо бросать не забыть но не попал митюк юра заработал рерой с их очка сегодня вот в этой четверти убежав в отрыв у нас две минуты сейчас перерыва на стали в олимпийцы 68 45 впереди спартак приморья плюс 23 преимущество комфортное да очень комфортно были здесь команды которым спартак приморья уступал 28 очков и едва ли свою погоню не превратил же в победу плюс 3 вы получил но были команды против которых спартак приморья пел 27 очков и едва не уступил не разбазали это преимущество это игра против московского динамо мы будем надеяться что сегодня мы как бы так без валидольных капель останемся ну не будем просто вот я говорил что у них два игрока гладышев и шевель они вот как бы как бы трудно не было тянули свою команду пытались по крайней мере 3 очка один забил другой фалы с игры забил но другие почему-то не поддерживают вот это насчет белого флага который ты сказал вот по крайней мере если основная пятерка на данный момент не тянет так можно выпустить вторую пятерку чтобы тоже поиграла но я в принципе думаю что сейчас старте выйдет не молодежь у нас я думаю минут 5 по крайней мере 7 надо а мы узинский соловьев вижу уже выходит сам мой ленка не стеров и сейчас посмотрим кто пятый будет принципе правильно это вещь я думаю что наши молодежи жаловаться на звали ров на отсутствие игрового опыта не приходится в каждом домашний матч по крайней мере мы видим что ребята получают свое время на другой другой разговор то как им пользуется совершенно верно и так и начинается заключительная надеюсь четвертая четверть гости начинают атаку до ладышев личная защита до ладышева вот и шевель так стоп 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 сейчас обоюдный фол в клинче сошлись за место на подборе это варламов и алексей галихов нет мека показалось это не галихов галихов нестеров они вдвоем до так что к владения сейчас посмотрим стрелка вообще-то показывает наше владение а это будет наше владение когда вбросят гости галихович из вот этот блокшот стоит у меня что труднейший забросил конечно причем очень труднейший это что варламов фол да то есть я понимаю когда он залез под кольцо через двоих ребят дальний снизу рукой с подкруткой чита да это сложный бросок но тем не менее мяч провалился 68 47 данилу сверху набивай данил это фол варламову еще отмашка варламов что-то себе в руках не держит она получил сейчас три слова подряд за 15 секунд четвертый фолда горячий парень но хотят трясу я подошел к нему и успокоил да наверное успокоил первый точек второй точек итак 70 47 сыграно только тридцать пять секунд страсти горят уже даже не забивает полной программе борьба за подбор отбились самоленко полетел вперед данила вот данила не дали паса промежуточный донелась под кольца в прорыве хорошим причем классный пасу самоленко те и классно завершает данила так да тут уже все зеванули наши ребята да варламова пошли на подстраховку и не успели как если сказать второй подстраховка не сработало галехов и код кольца получает заслон соловьёва ну все лёша лёша спокойно надо играть вы есть получите распишитесь нет наталья же понимаете это алексей вот в этом он и весь и есть заведется и александров внесла бросать скидка в угол это шевель так счет у нас 51 72 спартак четыре очка подряд спартак приморье заработал и тут же гости ответили такими же показателем такими же соловьёв галехов ребята 8 секунд надо что-то сарисе швыряю туда бросать надо уже не вас и не бросок не забил и сам вот как бы дают шанс вот этими вот неподготовленными атаками здорово я думаю сейчас скоро тайм-аут может быть нашей команды потому что уже до 19 очков сократили гости разрыв а играть еще у ее и сколько надо просто сыграть свою игру сейчас закончим серию ошибок и все будет нормально опять оси сохранили мяч а эдуард сандлер берет тайм-аут как вы и говорили да видно что кто в лес кто подрыва они вначале как-то тайм-аута не а почему загорелась тайм-аута не знаю тайм-аута нет игра продолжается гости владеют мячом они уже ведут вот отрезок выиграли 60 так александров тарабанник тарабанник бросил не попал наши забрали под нашим просто надо успокоиться вот сейчас надо начинать свой подъем и анархию это убрать это зависит от галехова забить 4 5 очков и все сделал встанет на свои места 12 секунд на атаку пошел 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 а скидочка вот хорошо зверков зусинский ну разыграли просто здорово соперники только головами вертели не знали где мяч и перемещение но алексей зачем-то при попытке выбить мяч по моему кого-то там глеб герасименко вышел вместо галехова да не получился красивая такая точка если попал бы ну просто за прелесть было бы повскакивался своих мест так раскидать наша команда стоит зоной ты подбор промахнулся и от быстро таки не получили россиян как нет да быстро не получается этому герасименко добавить наши атаки немножко хладнокровие вот сейчас забить забить отлично с маленьким остался классный пас самоленко отдал просто разворот в правый левый полукрюк ну ну ребят тут надо прыгаем прыгать никто не захотел наши игроки подумали что он бросать не будет получилось так что взял и ликавич усы бросил с двух метров все те же минус 19 так а и планета брали мяч и город семенко а между прочим 5 секунд осталось а я и а я и рога месяц не удержал один-один до your был и в том плане не поверил что ему он свалится на руки до того не ожидал что от рук в аут улетел так у нас замена вместо самоленко выходит метюк и вместо нестерова так вместо нестерова вышел узинский метюк добавляет какой-то резкости на свежести нашим атакам правильно правильно также наши по-прежнему стоят зоной перегруз идет по лицевой ай-яй-яй-яй-яй-яй так николаеву там дали по рукам да тут уже деваться некуда а николаев стать еще не отметился ни одним попаданием радует радует как-то но может до минус 18 довести замена у гостей уходит ликавичус и выходит гладышев да вот тренер чижов их как бы меняет через каждые полторы-две минуты и злобину вышел так у них у гостей тоже зона стоит вот хороший по сузинскому опять мимо вида даниила снимай мяч задел игрок гостей мяч у данила молодец поборолся нам след точки здорово вида была по траектории да как раз как раз примут на 45 за спину узинского сидим и вот прям и видно то дима вторая игра может быть это действительно чисто психологическое у него я не разобрались не разобрались не меняю атак не глядя с разворотом мяч а пол я ну хотели сделать двоечку сыграть но и так чуть чуть меньше пяти минут до конца матча будем надеяться и вот гости за эти пять минут отыграли 5 очков сократили разницу было минус 23 стала минус 18 так это у нас четвертый общекомандный фол это все тот же активный шевель и зверков он про штрафился бороздить нашу трехсекундную зону но тут немножко они гоню слоев 5 пол не дотерпел до него как у нас замена места мячута выходит аксёнов глеб герасименко зверков узинский мистеров как самый опытный дядька наши подобрали мяч после промаха гостей герасименко нет ребята быстро атака не получится я сейчас шестой щит играл до 33 у даже четыре в три нет отлично молоко на молоко вот сейчас вот чем это вот опасенов разогнался без шабашная игра может привести в люк то есть чаша весов может качнуться в любую сторону как в плюс так и в минус но пока а пока идет просто время команда не забивает время идет и работает на спорта приборей ну да я стал веселая игра пошла да это хорошо когда у тебя плюс 18 естественно естественно подобрали нет она взяли сопровождать у нас молодец молодец аксёнов молодец выдержал паузу вася гладышев подбора для дни но мистеров спокойно в высоком прыжке забрал вот идет команда одна бежит 2 бежит по две атаки и никто не забиваю забиваю забивает вот так вот так вот отобрали мяч почти отобрали ответ мимо и даже подбора и наша так а уже четвертая точно молодец наша играет но нормально хоть и конечно конечно не дай соперников сократить отставания тренируются как говорится четыре атаки наши мимо касса но и четвертая идет гости они тоже 3 промазали сейчас посмотрим шевель пастер пострахует его ухты как развернулся 58 74 играть сейчас скоро будет три минуты это фолл четвертый общекомандный и у гостей сейчас любой фолл пробивается замена у нас вместо узинского вышел гетманов ну все алексей нестеров как самый старший будет руководить нашей молодежью неприятно 18 20 лет играет вот тут очень такая зонная защита вот и гетманов пошел но это все это не просто ну можно сказать что это не бросок выброс сторону кольца хорошо что опыт ниши на данный момент среди всех алексей нестеров подобрал мяч и на нем фолл два штрафных броска забить бы ну хотелось бы конечно 75 но в принципе уже успокоилась игра то поборолся зверков но до выпускает литвы к опять в сторону алтая баскета ликавич из вышел нужен трех очковый не просто брызок а папа показали но все равно кому нужен алтая баскета они я думаю что ничего не надо им пушкин мимо тут же подбирает но не в руках и пасу это степану где степан отдай мяч скамеечка за последних продаж то что заступил до того все было сделано быстро что даже судьи не заметили сверху головы не попадает он этот бросок был видно в торопях от плеча гладышев так это фолл нашему игрок все ну да а нет я думал фолл нападение то в аксёнова он врезался гладыши потому что такая куча была я даже и не заметил честно говоря прошу прощения уважаемые болезни страшно плюс 17 у спартака приморья 75 58 за минуту и 50 не осенка вышел все пятерка играет то есть понятно нам не нужны эти 20 очков или сколько то там то есть играет нам уже победу потери и обыграться молодежи пускай почувствует против дядек которые их старше на пять семь восемь лет ладоши начинаю чувствовать понимаете уже чувствует буквально на глазах надо лап 75 60 нашим мальчишкам минута 30 можно сейчас ошибаться можно ошибаться имеют они права но надо защите отрабатывать если ты в нападении ошибаешься надо отрабатывать защите это наш мяч будет поборолся он поскользнулся конечно бывает баскетболе все с опытным шевелем 7 секунд у нас остается на так 7 секунд замена у гостей евгений горе приходит на площадку так заказывается 3 комбинация на все про все 7 секунд надо бросать не бросай поборолись бросил коряво не забил молодцы ребята молодцы получается пошел в атаку со зверковой кизверку бросил другие двое поборолись мяч опять отскакивает зверкову полукрюк с фолом 2 очка еще дополнительный постучать выдохнуть и все нормально будет 78 очков уже набрали я надеюсь что он наберут как и новосибирску забери 80 тут аксенов играет на грани фола а в итоге фалит и юра митюк ничего ничего минут 11 до конца 78 60 пускай ребята поиграют но зверков уже как бы постарше то есть эти ребята 18-20 лет надо же ликавича со штрафного смазал а вы знаете и я так думаю это уже отсутствие какой-либо концентрации понимает баскетболист что с матч уже не спасешь а потом так же бросил как получится до рискует гетманов но мяч остался у нас прихватили наших ребят вот и потеря тут же теряет правильно зверков сделал тормознул ребят хватит на стоки надо ну вот нельзя так играть нельзя вот этот данный момент я так чуть-чуть по критикую вот зверков атака бы быстро не получилось ну закажи комбинацию сделайте то что вам надо на гетманов на аксенова все на плеценко за слов не ставит гетманов ребята 8 секунд осталось надо готовить атаку она бросать пас уже ждали этот пас гости так что потеря у нас в защите играет нормально ребята стараются тот шевель конечно опыта давил бросил не попал 33 с половиной секунды до конца 78 61 и 2 штрафных не в нашу пользу в нашу корзину но все посмотрим что забьют они еще не забьют но его из 8 6 вот так вот не забил один точек после зверков спокойно должен вывести мяч отдать митюку и заказа на комбинации нормально ну да и непонятно нет он понятно куда отдавал просто техническое исполнение 78 немножко разбазариваем преимущество но за рейс за 10 секунд можно да да боже ты вот давай сейчас твои раса это бросать ребята ну что вы там улучшаете позиции бросайте не стесняйтесь 78 64 2 подряд победа спартака приморья и наша домашняя серия продолжается 23 декабря приглашаем всех в олимпийц на кубковый матч спартак приморья против самары да тем более наши ребята там выиграли 9 очков и тут очень большой расклад просто надо играть и нашим болельщикам показать ту игру которая нравится нашей команде вернее наша команда покажет ту игру вашего россия с победой наших ребят поздравили спасибо всем болельщикам кто сумел добраться сегодня до олимпийца с победы спартак приморья всего доброго до свидания до свидания мальч Спортивная трансляция на восьмом